Борьба против ксенофобии и антисемитизма. Одна из главных тем съезда Федерации Еврейских Общин России. Он проходит как раз в эти дни в Москве. Но сейчас у нас в студии глава Федерации Александр Борода. Александр Моисеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Итак, основные вопросы повестки дня. Расскажите, пожалуйста. Я так понимаю, что это самый масштабный съезд Федерации за последние 15 лет. За это время накопилось много тем для обсуждения. Во-первых, это юбилейный съезд Федерации 15 лет. Это шестой съезд. И он проводится согласно регламенту по уставу Федерации. Должны проводиться такие съезды. Безусловно, растет число участников общин, которые входят в Федерацию Еврейских Общин России. Также был съезд попечителей, равинов, разных региональных молодежных лидеров. Было более 600 делегатов съезда. Поэтому, безусловно, это, наверное, самое масштабное мероприятие по количеству участников точно. О чем говорили? Какое настроение на форуме? То есть больше каких-то хороших новостей или все-таки приходится обсуждать негативные? Я считаю, что все, о чем говорилось на съезде, это все очень позитивное. Прежде всего, за 15 лет с момента создания Федерации Еврейской Общины России еврейская жизнь изменилась качественно. Изменилась с точки зрения и знания людей о своих корнях, и привлечения в общину, и развития всех видов направлений деятельности Еврейской Общины. Начиная от воспитания детей, детских садов, школ и помощи нуждающимся пожилым людям, и также участия в государственных проектах, как борьба с наркоманией и другими социальными проектами, мероприятиями, которые мы делаем совместно с представителями других конфессий с государством. Настроение хорошее, оптимистичное. Мы констатируем факт, что из Российской Федерации уже давно нет выезда евреев в Израиль или в другие страны. Есть даже какой-то приток обратно, ре-эмигрантов, то, что называется. И они тянутся к общине. Общины стали сильнее, больше. За эти 15 лет не только руководство общины прошло большой путь, но и обычные граждане России, которые узнали что-то о своих корнях, о своих традициях, стали с этого времени активистами общины. Я приведу некоторые цифры, поправьте меня, если вдруг они неправильны. Около миллиона человек насчитывает еврейская религиозная община в России сейчас. Из них почти полмиллиона живут в Москве, Московской области. Почему такая география? Почему такое распределение? Централизация такая? Это исторический факт, что евреи чаще всего живут в крупных городах. Так сложилось, они тянутся к образованию, тянутся тоже к компактному некому проживанию, где есть инфраструктура, где есть синагоги, где есть кошерные магазины, в конце концов. И в целом они в крупных городах больше работают, больше возможности самореализации. А еврейская община, евреи, их волнует, как культурная жизнь в каждом городе развивается, какая возможность к образованию, к воспитанию. Конечно, в крупных городах, тем более в Москве это в максимальной степени представлено. Вы сказали, что на форуме больше обсуждают хорошие новости, что действительно много хороших новостей у общины в России. Но если говорить о ситуации с антисемитизмом в мире в целом, то, к примеру, руководство Израиля сейчас призывает евреев Европы приезжать в Израиль оттуда, потому что там действительно стало для них опасно жить в некоторых странах особенно. Как Вы оцениваете ситуацию в Европе сейчас? Если сравнивать ситуацию с антисемитизмом в России, то, конечно же, это несравнимая категория. В Европе тяжелая, напряженная ситуация с антисемитизмом. Реальные факты угроз и убийств, и осквернение кладбища, и свастик на синагогах, к сожалению, все учащается, учащается. И события последних нескольких месяцев, такие террористические акты и в Париже, и в Копенгагене, до этого в Брюсселе, осквернение кладбища во Франции, угрозы разные. Это все сегодняшняя реальность. И в данном случае премьер-министр Израиля Нитан Ягу правильно делает, когда он призывает переезжать в Израиль, потому что он говорит, мы вас защитим, вам там будет точно безопасно. Другое дело, что это не такой вообще легкий процесс ремиграции. Но можно сказать, что премьер-министр Израиля не делает таких заявлений, потому что отсюда не поступает таких вот угроз, таких, в общем, криков о помощи. В России ситуация с антисемитизмом спокойная, ровная. Не надо сказать, что его не существует вообще, но он на минимальном уровне. И, к счастью, мы не слышали никаких неприятных инцидентов, не хотим их больше и не слышать никогда. А с чем же связан такой рост таких подобных настроений в Европе? С тем, что там больше мусульман, с политикой Израиля в отношении сектора газа. В чем главная причина? В чем вы видите причину? Я считаю, что есть в Европе два блока, я бы сказал, два сектора антисемитизма. Конечно, Западная Европа, где была большая эмиграция из колоний в митрополию, это из стран Ближнего Востока, из Африки, например, во Францию, в Бельгию, частично в Германию и в другие страны, в Северную Европу в том числе. В России, безусловно, арабо-израильский конфликт, он выплескивается на улице центральных городов Европы. У экстремистских палестинских организаций, и не только палестинских, а в целом экстремистских близневосточных организаций, очень много последователей среди эмигрантов. Так как эти эмигрантские круги никак не интегрированы ни в социальную, ни в общественную, ни в культурную жизнь своих стран, они живут своей жизнью. Их не контролирует ни государство, ни полиция, ни какие-то другие органы, которые должны этим заниматься. Конечно, там находят благодатную почву различные проповедники радикального ислама, антисемитских, антиизраильских или, в принципе, антидемократических лозунгов и ценностей. Поэтому вот что-то происходит, они ненавидят, как те, кто делают карикатуры на пророка Магомеда, также они ненавидят и евреев по определению, как часть Израиля в целом. Поэтому вот это первая часть. А вторая часть – те, которые занимаются некой формой реабилитации нацизма. То есть те, которые пытаются пересмотреть историю по-другому, что происходило 70 лет назад, считать, что те преступления, которые были сделаны коллаборационистами, подсобниками нацизма, это уже сегодня национальный герой. Что мы видим на Украине? Мы видим это сильно в Прибалтике. И, безусловно, мы видим это колоссально, потенциально опасно для евреев, которые там живут. Потому что не бывает, так сказать, не сказанного А, бессказанного Б. Если сегодня, так сказать, активнейшим образом пропагандируется, не знаю, идеология Бандеры, то идеология Бандеры, она резко, негативно относится ко всем неукраинцам. Это российская теория. Если мы говорим о выставках, которые проходили в Тарто, в Эстонии, это такое издевательство над памятью жертв Освенцима, то, безусловно, следствием, кто пришел на эту выставку, конечно, это негатив по отношению к евреям. Осквернение памяти погибшей Астрии и негатив по отношению к тем, кто сегодня там проживает. Реабилитация нацизма, некая реабилитация разных местных батальонов СС, это, соответственно, угроза для тех, против кого эти батальоны СС боролись. Это прямая связь. Нельзя сказать, что те, которые были за фашистов, они просто боролись за независимость своих стран, например, от Советского Союза. Они убивали евреев и делали это не менее рьяно, а где-то и более рьяно, чем сами фашисты. Поэтому, когда их возвеличивают, когда их делают национальными героями, тогда вся их идеология снова становится, так сказать, управляющей этой страной. А это антисемитизм впрямую. Вот там и старая опасность. А почему это происходит сейчас? Кому выгоден такой рост антисемитских настроений в Европе? Ну, я считаю, что он не выгоден Европе никак. Но он почему-то происходит... Он происходит потому, что в Европе образовалась, ну, в каком-то смысле критическая масса радикальных мусульман, которые, к сожалению, никак не контролируются государствами. Смотрите, я что имею в виду. Например, сейчас с Украины уезжают тысячи евреев в Израиль. Что выиграет Украина? Что она от этого получит? Зачем опять эти настроения усугубляются? Если говорить против глаза, то на Украине нет сегодня какого-то специального антисемитизма. И Украина пытается в этом смысле, можно сказать, сидеть на двух стульях. То есть использовать одну часть идеологии Бандеры, российскую, которая возвеличивает Украину в пику бывшему Советскому Союзу или в пику России, пытаясь не вытаскивать вторую карту из этой колоды под названием антисемитизм и в целом, так сказать, ненависть всем другим. Не могу сказать, что сегодня это является причиной. Тяжелая экономическая ситуация, некий хаос, который идет за этой экономической ситуацией, увеличенная преступность, беженцы – это основа сегодня эмиграции евреев из Украины. Антисемитизм является, в принципе, следствием общего хаоса часто. Я не хочу говорить о том, что Украина сегодня переживает пик антисемитизма. Мы видим, есть евреи в правительстве Украины сегодня, и этот конфликт, который происходит сегодня, он не является как-то еврейским конфликтом. Но все, что происходит вокруг, оно очень опасно для всех народов, и для евреев в том числе. У нас с вами остается чуть больше двух минут, и хотелось бы на какой-то позитивной новости завершить. Вся страна сейчас готовится отмечать 70-летие Победы. Как еврейская община будет принимать участие в праздновании? Самым широким образом. Это колоссальный праздник. И в целом еврейской общины, и каждого еврея, который проживает в России, я убежден, что не только в России, а во всем мире. Потому что мы понимаем, что еврейский народ был спасен и остался жив благодаря этой Победе. И благодаря жертвам, которые были принесены на алтарь этой Победы. И будут проходить мероприятия в общинах, будут мероприятия для ветеранов. Слава Богу, есть еще сегодня, кто жив, и кому можно прийти и сказать спасибо. Будет некие памятные мероприятия. Это будет и проходить в общинах, как я сказал, и в важных благотворительных центрах. В Еврейском музее Центра Толерантности будут и выставки, и программы. Мы будем принимать также участие во всех мероприятиях в городах, которые проводятся на региональном и государственном уровне. Спасибо вам большое за то, что нашли время и ответили на наши вопросы. Спасибо.